Здарова танкисты! Привет всем! С вами Индомит и с вами Серега. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот красавец. А угадайте, кто это? Да, угадайте. Да, это Черчилль. Черчилль-1. Танк пятого уровня в ветке Великобритании. Вот, такая неоднозначная машина. Медленная, тяжелая, бронированная. Вот. Сегодня у нас полноценный обзор по Черчиллю-1. Вот такой решил я гайдец записать по Черчиллю-1. Уже по сложившейся традиции прилагаю сначала пойти посмотреть бронирование вот этого агрегата. Это трактор с пушкой, да. Вот. А для тех, кто до сих пор не подписан на мой канал, самое время это сделать. Прожать колоколец, поставить лайк под этим видео и даже, возможно, написать какой-никакой комментарий, если вам зайдет этот обзор. А мы, между тем, все дружно, что правильно, идем смотреть бронирование Черчилль-1. Идем. Так, вот наш аппарат. Давайте разбираться по порядку. Сначала рассмотрим в лоб, что называется. Фронт. Значит, смотрите. НЛД у этого агрегата 76,2 мм. В приведенке дает 79,1 мм, 78 мм. Ну, понятно, внизу будет, там уж какое-никакое склонение есть бронелиста. Вот. И, соответственно, зависит от угла входа снаряда в броню. Что у нас касаемо ВЛД? А ВЛД у нас 38, казалось бы, да. Но очень хороший угол наклона дает в приведенке, внимание, 94,96. И подсвечивает, вот видите, внизу рикошет. Вероятен. А это уже хорошо, потому что средняя бронепервоеваемость, там, на пятом уровне, она лежит в плоскости от 80, там, а с обычной ББшки рассматриваем, там, до 100, грубо говоря. И поэтому ВЛД будет отбивать. И НЛД тоже какие-то снаряды, кстати, будет отбивать от средних и легких танков. Ну, тяжелые, конечно, даже ББшками будут пробивать. Что касаемо подбашенной рубки, где еще у нас мехвод сидит, да. У нас здесь она практически, не практически, а прямая по сути. Вот. 76 мм. Есть вот такая вот зона над лючками, да. Где у нас броня 177. 177. И стоит совершить ошибку, стрельнуть не в левую часть, когда танк перед вами, а куда-нибудь сюда, не дай бог, не попасть в эти лючки. Вы 100% не пробьете этот танк. 100%. На пятом уровне. Шестерки, семерки, понятно, уже могут некоторые прошивать, особенно ПТ-САУ. Что касаемо башки. Башка у нас тоже достаточно крепкая для пятого уровня. Почти 90 мм. Она под прямым углом. Маска 101, 103, 189, где как, да. Есть еще планка у нас на крышке, но она тоже под дичайшим углом. Может прям реально зарикошетить. Там всего лишь 19 мм. Перейдем кидаем 34. Но туда еще надо попасть. Она очень, скажем так, плохо видна. Вот. Короче. Если и убивать этот танк, то, естественно, в НЛД в первую очередь. Во вторую очередь слева. Вот прям можно от пушки, да, прям левее подрубку башенную накидывать. Еще планочка, кстати, у нас под башенная. Там тоже, ну, как башня даже покрепче не стоит. То есть, вот это место он напротив вас и НЛД. Все остальное можете не пробить. Касаемо боковой брони. Она у нас 63,5 мм. Башня еще круче, 89. И о чем это нам говорит? О том, что он будет шикарно танковать. Просто шикарно танковать. Вот суперский. То есть, танк, по сути, прям супер в городе хорошо будет играться. Потому что в городе, во-первых, есть места, где может спрятаться корпус. Во-вторых, он может танковать от борта. Идем в ангар. То есть, разобрались. Броня есть. Надо стараться играть в городе, либо за укрытием. Давайте посмотрим основные модули этого аппарата. У нас просто космическое количество пушек, которые прилагаются на этот танк. Стартуете вот на такой пушечке. Всего лишь с Альфой в 50, с бронепробитием 78 и 121 голдой. Но заряжается очень быстро. 2 секунды. Время сведения полторы. Крутая пушка. Только Альфа маленькая, бронепробитие маленькое. Что касаемо вот этой пушечки. Здесь 175 Альфа. Я, кстати, вот она у меня изучена. Я на ней не катал. Смотрю сейчас на нее. То есть, у нее 175. Это Альфа фугасом. Бронепробитие 38, я так понимаю. 110 миллиметров и 100. Это бронепробитие обычным снарядом, по-моему. Либо голда может быть. Потому что все-таки. Соточка пробития. Возможно голда. Я просто не одевал эту пушку. Я не знаю. Касаемо. То есть, я начинал на этой ветке. Изучил башню. И пошел по этим пушкам. Прям по очереди. Вот эта пушка 75 у нас Альфа. Бронепробитие 105 основным. 170 голдовым. Заряжается очень хорошо. 2,2 секунды. Сведение тоже приемлемо. 1,9 секунды. Пушка реально хорошая. Вот она мне понравилась. Дальше у нас идет. Уже Альфа 75 пробитие основным. 110. А голдовым. 180. 2,2 секунды. 1,9 секунды. То есть, вот этот вариант. Это, по сути, такая же пушка, как и вот эта. МК-3. Но она по ловче и по бронепробитию. Вот так. Еще вот такой вот агрегат. Заряжается 3 секунды. Время сведения комфортное. 1,9. 110 Альфа. Бронепробитие основным 91 хромает. И 144 бронепробитие голдовым. То есть, по пробитию бронепробития она хуже, чем вот эти две предыдущие. Есть топовая пушка шестого уровня. С Альфой 135 пробитие основным 145 голдовым 202. Заряжается подольше 4,8 секунды. Но вот время сведения уже похуже 2,3 секунды. Естественно, ваша цель вот эта пушка крайняя. Танк очень тяжелый и медленный. Без движка и без гуслей он себя чувствует крайне некомфортно. Поэтому эти два тоже обязательно нужно изучать. По поводу рации, по-моему, будут открыты у вас две. Третью. У меня была свободка, я изучил. Поэтому основная цель топовая пушка. Минуя вот эту, эту даже не изучайте. Сразу идите по этой ветке. И обязательно движок и гуслей. Что у нас с этой пушкой по углам склонения? 4, даже хуже, чем на совках. Минус 4 градуса. То есть, по сути, он практически стреляет только прямо и ничего. Но у него вот подбашенная рубка не дает пушке нормально опускаться, на самом деле. Вот. По живучести я поставил закалку, поэтому ХП у меня здесь косарь. Для пятого уровня это очень хорошо. Что касаемо мобильности. Я сначала пробовал, катал с турбомагнетателем. Половче едет, побыстрее, лошадей побольше, удельная мощность. Но в итоге остановился вот на такой сборке. Сейчас сразу давайте оборудовании проговорим. Это у нас улучшенная закалка, досылатель, чтобы КД уменьшить. И время сведения тоже на этой пушке я решил все-таки подуменьшить. Вот эта сборка, я считаю, наиболее актуальна и оптимальна. Касаем незаметности у танка, ее от слова нет. Совсем танк огромный, длинный, высокий. Просто огромный сарай на гусенице. Вот. И по наблюдению у нас 303 обзор. Он у меня чуть хуже. Потому что у меня, да, 47 штраф. Минус 47, это прилично. Я не переобучал. Ну, для обзора снял экипаж другого танка. И даже сейчас я его переобучил на Черчилль назад, да. У него все равно будет меньше 100% у командира. Поэтому обзор будет такой же хреновый. Но этому танку обзор он особо и не нужен. Потому что там с ближнего боя дерется на флангах тяжелых танков. Вот. И как бы, ну, нет обзора. Ну и нет. Ладно. Обязательно минимальный пакет снаряжения берете. Ремку, аптечку. Я поставил сюда большой огнетушитель. Вот. Экипаж у нас состоит из... Вот. Из пяти обезьянок. Командир, наводчик, наводчик. Здесь два наводчика. Механик, водитель, заряжающий. Первым перком командиру лампу. Всем остальным ремонт. Вторым перком всем боевое братство. Третьим перком командиру ремонт. Дальше перки качаете, как вы хотите. Вот. Теперь по поводу геймплея этой машины. Это истинно тяжелый танк. То есть бронирование неплохое. Как вот я вам говорил, вот еще центральная пушечка и лючок мехвода. Соответственно стрелять ему надо в эту часть. Не дай бог вам начинает сюда стрелять. Будете попадать в броню 170. И не пробьете. Ну и конечно НЛД. В НЛД не старайтесь ему стрелять. Будете не пробивать. Будете рикошить. Башка у него тоже крепкая. Прям вот башка крепкая. Можно пытаться закидывать планку. Ну и нафиг. Когда этот товарищ танкует. Это достаточно сложная вещь его пробивать. Но надо целить в эту же часть. Вот опять. Через каточек. В каточек. Как-то. Отправляю. Ой. Предлагаю отправляться в бой уже. Смотреть как играется данный агрегат. То есть на словах еще раз. Себя комфортно чувствует в городе. Комфортно чувствует от борта. Опять же в городе. Либо на картах где есть какие-то камни. Танковать от борта он может просто шедеврами. Едем в бой. Так. К шестеркам залетели на Ласвиле. Долго я ждал пока в бой засосет. Три раза выходил. А из заявки на бой не засасывал. Ну мало. Я не знаю. По полторы-две минуты стоял ждал. Вот сейчас засосал. А я как раз успел еще облегчиться. Сбегать. Прям во время обзора. Ладно. Шутки прочь. Две арты. Нам делать нечего. Уничтожим мы. Учитывая, что у ВН у нас тоже нету. Поедем в город. Пицца. Приближаются дроны. ЛТ-шек нету. Ясно. Значит, на воде особо ничего происходить сильно не будет. Не должно, во всяком случае. Так. А че это они в город не поехали, что ли? Офигеть. КВ-2 у нас уже перевалился в ущелье. Через центральную часть, по-моему. Ой, а сейчас, значит... Ну, кстати, сколько в ущелье собралось наших танков. Ну, просто сколько. Рептилоиды. Стоят, ждут друг друга. А тут уже интересно началось. Вы меняете в мир близко. Шрам останется за гляденье. Да я оружие массового поражения. Вот это громадина. Миренько. Враги повсюду. Хорошо пошло. Как больно. Получи. Добром это не кончится. Готов. Так, а я тут один. Меня окружат сейчас. Надо педали крутить. Если так можно назвать нашу скорость. Я их, правда, напугал своим присутствием. Вот, убил два танка у них. Теперь надо постараться свиньки. Причем я очень сильно свиньеваюсь. Новый день. Я его освободил. Валерский навсор. Мал screeз活. Кажется творчество. Постараемся�� các с Про MEX. Причем я с Гоками. Причем мне на моем месте. Плот開е Munich. Плот activities сolo. Причем. Плот開е. Враг уже близко. Слышь, друг Олег, ты сейчас тут да выеживаешь. Неленько. Все. Можно даже поддавить подыхи. Хорошо пошло. Враги повсюду. Получи. Еще одна волна. Меня задели. Все. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...